всем привет это четвертая часть которая посвящена араном и коса сегодня мы вяжем кранчи бред это коса которая состоит из 4 полосок начнем с того что мы должны набрать 21 петлю первый наш ряд это как всегда будет изнаночный ряд и мы начинаем первую кромочную снимаем провязываем 2 лицевые далее провязываем 15 петель изнаночными и заканчиваем ряд провязывая 2 лицевые и одну кромочную первый ряд закончен мы переворачиваем вязание вяжем лицевой ряд вяжем 3 изнаночные 15 лицевых и 3 изнаночные не забываем что первая последняя петля это кромочная третий ряд вяжется точно так же как и 1 то 3 лицевые 15 изнаночных и 3 лицевые и на очереди у нас четвертый ряд мы снимаем одну кромочную провязываем 2 изнаночные далее провязываем 3 лицевые и далее работаем над шестью лицевыми петлями мы снимаем их с левой спицы первые 3 одеваем на левую спицу оставляя 3 петли за спицей и также их перемещаем на левую спицу таким образом мы перекрутили наши петли эти 6 лицевых петель мы также должны провязать лицевыми далее у нас осталось еще 6 лицевых петель и мы с ними повторяем точно то же самое действие как и предыдущий раз снимаем 6 петель 3 оставляем за спицей 3 помещаем сразу на спицу и подбираем оставшиеся 3 ряд заканчиваем провязываю 2 изнаночных и одну кромочную и и и 5 ряд это простой изнаночный ряд мы вяжем его по узору то есть 3 лицевые 15 изнаночных и 3 лицевые 6 ряд это лицевой ряд мы снимаем одну кромочную провязываем 2 изнаночные далее 15 лицевых 2 изнаночные и одну кромочную так мы заканчиваем ряд 7 ряд вяжем по узору и это изнаночный ряд вяжем по узору и это изнаночный ряд и наконец последний ряд в рапорте это 8 ряд здесь мы будем делать 2 перемещение петель начнем с того что мы снимем 1 кромочную провяжем две изнаночные и сразу же снимаем с левой спицы 6 петель меняем их местами первые три петли одеваем сразу на левую спицу остальные петли с 3 петли впереди вязание и дальше подбираем их помещаем на левую спицу провязываем 6 лицевых петель далее мы повторим точно такое же действие над 6 лицевыми петлями как и предыдущий раз теперь провязываем оставшиеся 3 петли лицевыми и заканчиваем ряд провязываем 2 изнаночные и 1 кромочную раппорт данного узора состоит из 8 рядов провязав 8 ряд если у вас изделие должно быть длиннее и узор нужно продолжить то мы опять начинаем с первого ряда это была четвертая часть видео которое называется кранчи прейд впереди еще одна пятая и последняя если вам понравилось это видео и она была полезным ставьте большие пальцы вверх комментируйте всем спасибо до свидания